Привет друзья! Практически в каждом доме лук является важнейшим продуктом в составе большинства блюд. Многие знают, что в процессе приготовления некоторых блюд выгодно использовать шелуху, насыщающую витаминами и придающую аппетитный цвет супам. Полезные свойства луковой шелухи обеспечили ей особую популярность и широкое применение в народной медицине. Многие лечебные эффекты этого продукта получили научное обоснование и подтверждение действенности. Сегодня речь пойдет о составе, вреде и пользе луковой шелухи, а также о применении продукта в различных целях. Уникальный состав. Луковая шелуха – хороший источник витаминов. Каротина клетчатки, соединений серы, фруктанов, антиоксиданта кверцетина и других флавоноидов. Сернистые соединения в составе покровных чешуек лука улучшают кровоток и оздоравливают сердечно-сосудистую систему. А фруктаны выступают в роли пребиотиков, то есть избирательно стимулируют рост и активность полезных бактерий, населяющих толстую кишку. О целебной силе кверцетина чуть позже. Также в наличии имеется большое количество микроэлементов из таблицы Менделеева, кальций, фосфор, магний, йод и многие другие. Интересно отметить, что по количеству и концентрации полезных веществ шелуха даже превосходит сам лук. Становится очевидно, что выбрасывать ее довольно расточительно. Исследования показывают, что свойства луковой шелухи для организма человека затрагивают многие системы и внутренние органы. В частности, шелуха оказывает выраженный слабительный эффект и помогает без проблем избавиться от запоров. Обладает желчегонным действием, приносит пользу луковая шелуха для печени. Выступает в роли природного спазмолитика. При помощи продукта можно снимать боли при желудочных и кишечных недугах. Способствует откашливанию при простуде и гриппе, шелуху часто применяют при бронхитах и ОРВИ. Обладает противовоспалительными свойствами, поэтому не приносит вреда при внутреннем и наружном применении в качестве антисептика. Демонстрирует тонизирующий эффект, помогает восполнить запасы энергии, регулирует настроение. Выводит солевые отложения из суставов. Антиоксиданты в составе полезных шкурок оказывают помощь в борьбе с онкологией. Продукт препятствует распространению злокачественных клеток в организме. Широко известны лечебные свойства луковой шелухи при сахарном диабете, она не приносит вреда, а помогает снизить уровень глюкозы. Лечебные эффекты. Подобное разнообразие полезных веществ объясняет пользу луковой шелухи и отвара из нее при профилактике и лечении раковых образований. Другие терапевтические эффекты. Слабительный, тонизирующий, желчегонный, обезболивающий, спазмолитический, отхаркивающий, противораковый, антисептический и другие. Отвар луковой шелухи отлично справляется с выведением натриевых и хлорных солей из организма, что положительно влияет на состояние людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Тем, кто регулярно страдает болями в нижних конечностях после тяжелого рабочего дня, соединения, содержащиеся в шелухе, тоже помогут. Поскольку основной причиной таких болей являются солевые отложения. Ключевым веществом в составе продукта считается кверцетин, классифицируемый как витамин довольно обширной группы. Включает около 150 биофлавоноидов. Обладает в первую очередь противоаллергенным и антигистаминным эффектом. Рекомендуется к приему сердечникам, поскольку является профилактическим средством от инсульта, инфаркта и образования тромбов. Избавляет от депрессии и нервного перенапряжения. Медицинский сектор проводит серию исследований кверцетина с целью раскрытия его лечебного потенциала, в частности противоракового воздействия на организм. Большое внимание уделяют шелухе от луковых головок как отличному средству для стимуляции иммунитета. Наверняка вы неоднократно слышали фразу «Ешь лук и чеснок, и никакой гриб тебе не страшен». В высказывании присутствует доля истины. На этом лечебные свойства луковой шубы не заканчиваются. Можно отметить хорошее влияние на следующие группы больных. Астматиков. Диабетиков. С почечными заболеваниями. С геморроем средства применяют для ванн и примочек. Проблемами мочеиспускательной системы, в том числе цистит. С астматитом и другими инфекциями ротовой полости. С грибковыми поражениями кожи и мозолями. Преимущества для женщин. Дополнительно для женщин польза луковых покровных чешуек заключается в обезболивающем эффекте при менструациях. Снижение интенсивности симптомов предменструального синдрома и климакса. Доказана эффективность этого растительного средства и приаминорея. Отсутствие месячных у женщин репродуктивного возраста. Отвар из шелухи замечательным образом воздействует на волосяной покров головы, питает и улучшает физические характеристики каждого волоса. Меры предосторожности. При интенсивном приеме в медицинских целях отвар из луковой шелухи может нанести вред здоровью. У средства, на удивление, мало противопоказаний, несмотря на крайне мощный состав. Применение недопустимо при высоком уровне свертывания крови, поскольку кверцетин сгущает кровь и может усугубить состояние больного. Надо понимать, что это растительное средство не дает гарантий и не является панацеей. Поэтому его необходимо использовать только в качестве дополнения к медицинским препаратам, прописанным лечащим врачом. Луковая против чесночной. Не только лук является поставщиком полезных веществ, но и его ближайший родственник чеснок. Чесночная шелуха считается более эффективной в лечении заболеваний, которые откликаются на высокие дозы кверцетина. В частности, она лучше справляется с выводом тяжелых металлов, холестерина и радиации из организма. При отсутствии противопоказаний можно использовать в медицинских целях шелуху обеих пищевых культур совместно или по отдельности. Во многих случаях эти средства взаимозаменяемы. Но у шелухи чеснока на порядок больше противопоказаний. Ее нельзя использовать детям до 12 лет, диабетикам, при плохом обмене веществ, при пониженном давлении, при желудочной язве и других заболеваниях ЖКТ. Рецепты народной медицины. Учитывая исторический возраст лука, рецептов в народе накопилось огромное множество. Рассмотрим самые популярные из них. Настойка от атеросклероза. При атеросклерозе необходимо 3 раза в день употреблять по 20 капель спиртовой настойки, растворенных в 1 столовой ложке подсолнечного масла, за полчаса до приема пищи. Такая настойка лечит и грибковые поражения ногтей. Процесс приготовления довольно прост. Измельченную луковую шелуху настаивают на спирте или водке в соотношении 1 к 7 в течение 1 недели, после чего переливают в емкости с темного стекла. Масло от отеков и варикоза. Польза кремов и масел с шелухой репчатого лука неоспорима. Их можно как наносить на кожу, так и добавлять в воду для принятия ванны. Перетертую шелуху смешать с оливковым или маслом виноградных косточек 2 столовых ложки. Далее полученный состав настаивают в течение 10 дней. Хранят в холодильнике в течение 3 месяцев. При отеках и варикозном расширении вен рекомендуется дважды в неделю растирать ноги посредством легкого массажа и втирания приготовленного дома масла. Настой для волос. Продукт является прекрасным укрепляющим препаратом для волос, который вызывает улучшение их характеристик и активный рост. У получаемого настоя отсутствует неприятный запах лука, поэтому применять его можно так часто, как потребуется. Для приготовления луковую шелуху заливают теплой кипяченой водой в пропорции 1 к 2 и плотно закупоривают. Настаивают такую смесь 10 часов. Настой для волос, равно как и классический отвар, используют для мытья головы в течение 2-3 недель. Кроме ускорения роста волос, такое средство эффективно борется с сибореей, препятствуя появлению перхоти. Луковый чай. Не хотите тратить время на отвар? Тогда приготовьте чай. Просто поместите небольшое количество промытой шелухи в специальное ситечко для чая и залейте кипятком. Это, пожалуй, самый легкий способ применения, сохраняющий максимальное количество полезных веществ исходного продукта. При мышечных спазмах рекомендуется выпить чашечку лукового чая перед сном. Поможет этот напиток и сердечникам. В случае регулярного приема гарантировано укрепление сердечной мышцы, очищение сосудистых стенок от атеросклеротических бляшек и другие кардиологические выгоды. Недавно одна японская фирма выпустила на рынок чай-здоровье, содержащий ферментированную кожицу лука с высокой концентрацией кверцетина. Кроме шелухи, в состав чая вошли 9 других полезных для здоровья растительных компонентов, в том числе зеленый чай и куркума. Отвар от стоматита и парадонтоза. 3 чайных ложки предварительно промытой и высушенной шелухи отварите в небольшом количестве воды. Дайте постоять в течение 7-8 часов. Процедите отвар и применяйте для полосканий несколько раз в день. Применение в косметологии. Натуральный краситель, активно используемый для покраски волос и получения красивого золотистого блеска. Для этого 2 столовых ложки шелухи кипятят в течение 10 минут в воде. А полученную жидкость используют для мытья волос. Прекрасно справляется с угревой сыпью. Помимо устранения очагов, воспаление на коже лица создает эффект пролонгированного действия. В результате улучшается общее состояние эпидермиса и восстанавливается нормальное состояние сальных желез. Борется с фурункулами и различными видами дерматитов. Что немаловажно, отвар из шелухи успешно справляется с зудом, избавляя пациента от неприятных ощущений. Будьте здоровы!